Здравствуйте, в эфире новости. 7 июля глава государства Александр Григорьевич Лукашенко посетил городской поселок Копось. Уважаемый Александр Григорьевич, мы рады приветствовать вас на госпитриимной Аршанской земле. И в знак уважения примите этот букет цветов. Спасибо. Минские цветы. Спасибо большое. Председатель Витебского облсполкома Николай Николаевич Шерстнев доложил президенту, как выполняются социально-экономические показатели в регионе. С учетом всех республиканских предприятий складывается 102,9. А темп роста производства продукции в фактических ценах 104,3. Коммунальная и безведомственная наша 109,9. То есть я хочу сказать, что промышленность в целом в этом году уже оживает и серьезно оживает. Если посмотреть в разрезе производств направлений, производства продуктов питания, напитков и башенных изделий. 101,3%. Понятно. Дальше. То есть по направлениям везде идем плюс. Что ты на конец года будешь иметь в целом? Конечно, основную долю все-таки играет нафтан, но нафтан планирует на 100% выйти. Если нафтан выходит на 100%, значит у нас 102,5-103 должно быть. В целом. Да, в целом. Село тоже подтянулось. 103,4. Корма. 9,41. То есть не хуже остальных складывается ситуация. Но и ваше поручение, Александр Горьевич, мы серьезно работаем над снижением затрат. Это основа снов. Здесь не надо никакие деньги вложить в модернизацию, в реконструкцию. Здесь надо убрать негатив из производства, халатность, бездеятельность. И в результате можно получить уже серьезную экономику. В прошлом году мы снизили на 4,4 затраты. В этом году за 3 месяца 3,4. Практически все направления, как вы видите, идут на снижение затрат. Вот с этим вопросом мы очень серьезно работаем. Ну и как результат, увеличение продукции, производства, сельскохозяйства, промышленности, снижение затрат, оно сразу дает совершенно другую картину финансов. Вот если посмотреть, рентабельность республика 3,3, 5,5, коммунальная, безведомственная 6,8 положительно. А вот самые интересные цифры, вот эти вот. Отдельные финансовые показатели, коммунальные и безведомственные подчиненности. Январь-апрель, период бюро. В прошлом году у нас был убыток 12 миллионов. На сегодняшний день, не на сегодняшний, а за 4 месяца. Прибыль 62,7. В 6,2 раза практически мы ушли от убытков, вышли на прибыльную работу. На чистую прибыль. Городской поселок Копость для президента не просто географическая точка на карте. Это его малая родина. Здесь он родился и вырос. Знает, как говорит, все переулочки и закоулки. Осенью прошлого года он поручил разработать проект возрождения городского поселка. Александру Григорьевичу доложили, что сделано уже. А это огромный объем работы. Были заасфальтированы улицы, произведен капитальный ремонт больницы и Копостского детского сада средней школы. Появилась набережная, а также реконструирован Петровский вал. Что осталось сделать? Сегодня у нас соцкульт будет доделываться. Если говорить по-крупному, то, конечно, вот эта центральная часть, где базарная площадь, может быть, и надо там торговый центр, который. Мы планируем там магазин построить, частник обещал. Мы приезжали, посмотрели, там с Валерием Николаевичем больше всего, чтобы вязать Белкопсоюзовский и корону в один комплекс. Вот если там новый центр построить... А зачем их в один комплекс? А там стоит магазин уже. Поэтому пускай он выкупит корону. А зачем? Александр Ильич, они уже проговорили с Ивановым, не надо ничего выкупать. Иванов оставляет у себя этот магазин, реконструирует. И у него там хлебопекарня есть, он его будет расширять. Ну и зачем нам их объединять? Не надо ничего... Пусть конкурируют. А допустим, готов построить отдельное и проектное решение... Пусть конкурируют или договариваются там. Зачем в одни руки все? Не надо. Последнее решение. Потому что когда встречались с населением, были тоже замечания, что и товаров недостаточно, поэтому... Товаров мы привезем столько, лишь бы деньги были. То есть 800 гектаров, по которым было замечание, те гектары мы тоже привели все в порядок к культуртехнику. Сегодня засеяна Рецкая. А вот эта территория осталась буквально 2-3 недели положить в дренаж. Здесь камни убраны, корчи собраны. То есть практически культивация сделана, выровнена, каналы проделаны. Только положить, вывезти дренами в неземное место. Чтобы все по-хозяйски надо привести в порядок. Она будет использоваться. Даже в этом году что-то надо посеять. В этом году посеять. В этом году, да. У нас их 60, может 70 таких поселков. Естественно, их надо привести в хорошее состояние. Затраты большие. Знаете, мы всегда с дуру делаем. Вот сказали и пошло-поехало. Почему я окунулся по уши в ваш этот проект? Чтобы излишек не было. И вот вы правильно рассказываете, что вы и с людьми переговорили. Продумали, что, где, надо, как, короче. Мы сделали один поселок. Всех губернаторов сюда привезем. Ну, четверо осталось. Двое тут работали и знают, что это такое. Со следующего года в каждой области два поселка. Каждый год два поселка достанет и положит. Именно так, как вот здесь в Копосе. Мы их должны привести в порядок. Тогда мы замыкаем вертикаль восстановления страны, о которой я говорил, где должны жить люди. Минск. Областные центры. Районные центры. Мы, они все в порядке. Даже в Витебской области. Они еще прикосницы были в хорошем состоянии. И сейчас в порядке. Ниже идет агрогородок. Тоже знаем, как делать. Это, это фактически агрогородок. Только побольше. Дальше идут поселки городского типа. И деревни, где раньше были центры хозяйства. Объединенные. Все. Ниже неперспективные деревни, так называемые. Вряд ли мы их будем, мы их не будем так же развивать. Нет смысла. Там люди не хотят жить и не живут. Если я говорил уже, у Шерстнева есть своя деревенька, или у богатого какого-то человека, и он решит ее в порядок привести, и пусть приводит. Тоже образец есть. Извините за нескромность, я всегда говорю о своей этой деревеньке. Там, наверное, сколько? 20 домов осталось. Если вы были там. Было, конечно. Аккуратненько, согласитесь. Чистенько, аккуратненько уже. И люди начали свои дворовые территории в порядок приводить. Я вчера вечером объехал, уже молодцы. Приводит все в порядок. Таким образом, неперспективные деревни. Много у нас людей, которые хотят, родились там, в школу ходили, хотят привести их в порядок. Выше неперспективные, так называемые, деревни. Это деревня, где раньше были центры хозяйств. Я просто повторяюсь. Эти хозяйства объединены. Агрогородок в другом месте. Этот центр бросить нельзя. Он неплохой. Там инфраструктура, дома культуры. Сохранились магазины и детские сады, может где-то и школы. Еще выше идет агрогородок. Дальше идет поселок городского типа. Вот как мы показываем. Районный центр, областной Минск. Все. Все выстроено. Вот мы показываем, каким образом городские поселки или поселки городского типа должны быть. С минимальными затратами. Надо создавать условия. Отмечать перспективные застройки. Человек захочет здесь жить. Почему здесь не жить? Красотища. И все поселки такие. Все поселки городского типа, они все шикарные места. Их надо сохранить. В итоге планирую. И в этой пятилетке мы это сделаем. Создать перспективное производство на селе. Перспективное. С ориентацией на лучшие мировые стандарты. Мы уже больше, чем половину пути в этом плане прошли. Надо закончить этот процесс. Поэтому Александрийское у нас неплохое хозяйство. Не могут там, правда, с руководителями разобраться. Но это мы с губернаторами будем разбираться, если они не могут. Здесь Купаловская создается на базе четырех, по-моему, хозяйств крупных. И другие просятся, чтобы их взяли в этот холдинг. Ну, спешить не надо. Надо постепенно. Постепенно. Потому что, кроме того, что там будет совсем новое сельхозпроизводство, там и люди должны быть другие. Не те, которые ходят и говорят, дайте нам. А которым созданы будут условия. И они будут приходить на работу и зарабатывать, чтобы себя обеспечить и своих детей. Поэтому этот центр, откуда пойдут дальнейшие шаги развития сельскохозяйственного производства и социальной инфраструктуры села. Вот в чем замысел всей этой войны. Конечно, вы сделали это быстро, за зиму, осенью начали, позднюю зима и весна. К лету вы сделали это. Молодцы. Есть недостатки. Кроме вас, тут проехали спокойно, тихо посмотрели, специалисты мне доложили. Но они не катастрофические эти недостатки. И это надо доделать. Где-где. А здесь же я всегда приеду и посмотрю. Поэтому вы уж, пожалуйста, доведите до ума. С особым чувством президент заходил в Коповскую больницу. Здесь он родился. Конечно, больницы уже не узнать. Совсем недавно появилась новая мебель, медицинское и технологическое оборудование. Да и само здание приобрело современный вид. Я не врач. Райдена Портеевича. А девушки кем работают? Медсестра. Медсестра? Пойдем. Это стационар. Это поликлиника? Здесь находится пищеблок. Здесь находится детская часть амбулатория. Здесь находится стерилизационное отделение. Дальше, Лисарий Горьев, здание видно отсюда. Это лаборатория клиническая. Дальше это гараж. А за этим зданием находится наша амбулатория. Ну, давай, иди. Смотрим все условия, перепитание. Которые стационарные пациенты здесь кушают. Пищеблок у нас в том здании, в котором я показывал. То есть сюда привезли кружок? Можно отдачу? Да. Здесь они кушают, обрабатываются и уносятся на мещи. В те времена родильное отделение отдельно? В том здании родили в те времена, да, Лисарий Горьев. Нет, оно отдельно было. Отдельно, да. Отдельно? Отдельно. Просто в другом здании, да? Да, в другом здании. А потом и тут была плата тоже для рожениц, одно время. Ну это потом. Потом, там закрыли, тогда тут была плата. Я тут дома родился. Вы там родились, да? Ну мы с вами там родились вместе, да? Ну я бы иди там тоже родился в туалет уже. Вот. Вот, где-то в архивах основанных. На здании документ у себя. Сейчас здесь, правда, смотровой кабинет. Кого вы здесь смотрите? Женщины. Женщины? Ну это правильно. Где я родился, там и смотрят женщин. Ну все ясно. Вы видите, стены здесь прежние? Просто проведены. Да. А сколько здесь было? Одна только было для роженства. Городской поселок Копось является одним из древнейших поселений на территории Беларуси. Первое упоминание относится к 1059 году. Объект реконструкции Петровского вала в городском поселке Копось находится в центральной части поселка на берегу Днепра, возле устья реки Сморковка, и взят под охрану государство. Городище IX-XVII веков на левом берегу реки Днепр в городском поселке Копось Оршанского района включен в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. В процессе строительства объекта выполнена замена конструкции сцены, входной арки брамы, устройство новой внутренней лестницы, ведущей к установленным новым башням беседок. Потрясающий вид на окрестности открывается отсюда, с Петровского вала. Этот ручей был живой, или он вон там? Это Сморковка, он туда впадает? Туда, да, он был живой. Мы здесь все время рыбу ловили из ручья, всякие там мошки выползали, и вот при упадении все время рыбу ловили с этой стороны. Это тоже поле под застройку можно, улицу с той стороны сделать. Здесь неплохая, неплохая земля, Александрийская, можно с этой стороны строить, только поскольку сюда будут хозяйственные постройки, чтобы тут было аккуратно. Между тем, на центральной площади поселка президент уже ждали жители, причем не только Копоси. Добрый день, добрый день. Я смотрю и думаю, это Сорши, Смогилева люди приехали или живут здесь? Из Москвы? Слишком много молодых, я думал, что Копос уже вообще старики одни. Оказывается, то ли еще будет, да? Ну, чтобы вас не задерживать долго, говорят, слишком холодно, погода плохая, хотя это наша погода, Копоская, Александрийская. Но для москвичей, наверное, прохладно, хотя в этом году в Москве еще похуже, чем у нас. Я очень рад, что людей здесь согревает. Почему приехал, я всегда говорю. Ну, во-первых, я хотел бы смотреть, как выполнено мое поручение. Мы приняли решение осенью прошлого года восстановить этот городской поселок. Но не потому, что где-то я ходил по этому поселку, хотя тут нет того метра, где бы я ни ходил, да и родился здесь. Вопрос глубже. Перед нами стоит проблема, как развивать дальше страну. Как ее заселять? Где должны жить люди? Ну, естественно, в городе Герои Минске, в столице люди будут жить. Там своя программа, свои проблемы, которые мы решаем. Естественно, в областных центрах Витебске, Могилеве, Гродно, Гомеле и других люди будут жить. Мы это точно знаем. Тоже, естественно, что будут существовать районные центры, их больше сотни в стране. Районные центры Орша, Шклов и так далее. Это мы тоже определились. И мы, в основном, их привели в порядок. В основном. Даже меньше, чем здесь, в Копусе. Я считаю, что в этих поселках должны жить люди. Почему? Во-первых, поселки эти создавались, люди здесь селились, в поселках городского типа, в самых лучших местах. Вот там, где я был, в поселках, красивее природы нет. Свидетельством тому и наш городской поселок Копус. Поэтому надо возродить эти уникальные природные места. А возродить их могут только люди. То, что мы здесь порядок в общем навели, как навели, так через 2-3 года его может и не быть. Все зависит от тех людей, которые будут жить. Но для того, чтобы здесь был порядок и процветал этот край в будущем, здесь должны жить люди. Здесь люди должны строить свое жилье. Но жить они будут только тогда, когда будет работа. Хорошая, надежная работа. Когда здесь будут производственные объекты. Когда мы будем здесь производить и тот же сыр, и пилорама это будет, деревообработка. И там, где раньше мы с вами израстцы делали, к сожалению, утратили это. Но что-то там надо развивать. И я вижу, планы какие-то по развитию. Ну, жить должен этот городок. Что я хочу? Создав, воссоздав копость. Почему копость? Потому что я хорошо знаю это место. Я сам понимаю, каким он должен быть, этот поселок. И что надо показать стране на этом примере. По поводу жилья мы также определились. Здесь есть свободные участки. Их около 100. Если человек захочет здесь купить участок, а он почти бесплатно будет, но обязательно за деньги. Пусть 50 центов, пусть 2 рубля, 3, но обязательно за деньги. Человек должен его купить, и это будет его частная собственность. Навсегда. Неважно кто. С Александрийского. Вот они уже хотят здесь построить себе несколько десяток домов. Насколько я знаю. С Орши, с Минска, с Москвы. Если приедет человек, посмотрит, 15 соток, 20 соток, я хочу здесь дом. Пожалуйста, покупай. Еще раз подчеркиваю, это будет чисто символическая цена. Покупай землю и строй свой дом. Это перспектива жилья. Конечно, надо развивать производство. Потому что люди будут проезжать, люди будут строиться, им надо работать. Мы об этом думаем сегодня. Есть наметки определенные по развитию сыродельного производства. Но что-то с изюминкой какой-то, что-то новое. Не просто традиционно сыры, еще чего-то. Надо что-то такое, чтобы люди стояли в очереди, хотели купить эту продукцию. Откуда сырье? Ну, леса здесь хватает. Завод этот будет работать. Он лучше стал работать, по моим данным. Но я вам обещаю, что он будет работать как надо. И производит нужную продукцию. Тут печку покупают из Росцы. Хотят восстановить какие-то с глазурью уже что-то новое. Радь Бога. Все, что продается на рынке, все, что возможно произвести и потом продать, будет здесь производиться. Таким образом, например, и Копоси. Я хочу показать всем, какими должны быть поселки городского типа. А на примере холдинга Купаловская, каким должно быть сельхозпроизводство в 21 веке. Потому что Александрийская – это современное, нынешнее. А завтра там надо показать стране, всем людям, как будет развиваться сельское хозяйство. То есть, вот этот регион мы будем, мы его создали как образцовое. Это тот путь, по которому мы будем идти, перестраивая и обустраивая Беларусь. Спасибо большое. Пожалуйста. Какие у вас есть вопросы ко мне? Добрый день, Александр Григорьевич. Мы очень рады, что вы на Оршанской земле снова с нами. Даже если рада не будет, все равно буду проезжать. Я главный редактор Оршанской газеты, Анастасия Турок. Как называется Оршанская газета? Оршанская газета. В этом году ей было 100 лет. Это районка? Да, районная газета. В этом году ей исполнилось 100 лет. Не так часто приходится с вами общаться с журналистом региональной прессы, поэтому не могла не задать вам вопрос. Первый, конечно, понравились ли вам те преображения, которые вот сейчас произошли на вашей малой родине? Вы много внимания удивляете проблематике малых городов, поселений. И вы уже говорили об этом, но, может быть, более конкретно. В чем вы видите потенциал таких вот поселений? Вы знаете, очень важный вопрос. Я его уже затронул в своем выступлении. Вы, наверное, услышали. Главный потенциал здесь. Еще раз подчеркиваю. Главное предназначение этих поселков городского типа и агрогородков мы там будем стараться задержать людей, создавать хорошие рабочие места и жилье. Вот то, что мы делаем. Вот предназначение этих малых поселений. За счет их будет развиваться Беларусь. Естественно, районные центры не заглохнут. Они будут развиваться. Там уже в основном созданы производства. Но новое производство мы будем развивать здесь. Вы ведь знаете, что несколько лет тому назад мною был подписан указ, и мы создали уникальные условия для развития производства, ну, как сейчас модно говорить, бизнеса в этих городах. Здесь вообще налогов не платят люди, те, которые создают здесь рабочие места. Практически не платят. Поэтому мы уделяем этому очень большое внимание. Знаете, мы часто говорим, у нас прекрасная молодежь. У нас действительно прекрасная молодежь. У нас умные люди молодые. Но согласитесь, вы это видите по своим детям, соседям. Это не та молодежь, которая была раньше, или даже которая сейчас. Она во многом превосходит нас. Она многое понимает. Вы видите, что будущий век – это век умных технологий. Это совсем другой век цифровой экономики. Нам даже порой слушать это не хочется. Но мир тоже взывается в этом направлении. Но с другой стороны, что меня беспокоит, как я часто по-народному говорю, нынешняя молодежь корову от быка не отличит. А некоторые считают, что лошадь – это тоже корова. Да-да, действительно так есть. Они не знают, что такое пахать землю, как это пахать. И даже деревенские уже мало в этом что-то понимают. Это мы видим по сельхозвузах. То есть молодежь другая. И нам надо сделать сегодня максимум, чтобы молодежь, которая за нами придет, не сидела только в компьютерах, а понимала вот эту жизнь, соль этой земли. Для нас это очень важно. Поэтому нам надо учить молодежь. Молодежь должна уметь все. Знаете, старики часто говорили, родители нам говорили, сынок там или дочки, сынок, учись. За плечами это носить не будешь. Вот нам надо это сегодня привить нашей молодежи. Обязательно, чтобы не произошел этот скачок из нормальной жизни человека в компьютер. Надо, чтобы он и компьютером владел, вот как у вас, я в больничке и там в других местах, и знал, что такое земля. Ну, когда я говорю земля, это не значит, что лопатой только копать землю или трактором обрабатывать. Чтобы он понимал труд и рабочего, и крестьянина, и учителя, и врача. Нам молодежь упустить нельзя, чтобы вот она этим всем владела. Поэтому нам надо развивать села, малые города и районные центры. Там вот эта жизнь и эту жизнь утратить мы не можем. Мы должны ее полностью передать нашим детям. Это наша общая задача. И моя прежде всего. Уважаемый Александр Григорьевич, я жительница Копуси, Лилия Упенник. У меня такой вопрос. Вот не так давно вы дали оценку экономической ситуации нашей страны. Мы видим, что уже понемножку мы восстанавливаемся. Но нас очень волнует такой вопрос. Вот статья расхода на приобретение медикаментов. Наши фармацевты выпускают аналоги зарубежных лекарств, более востребованных. Это спасибо, хорошо. Но цены на них постоянно растут. И даже есть такие лекарства, что наши цены выше импортных цен. Вот планирует ли государство обратить на это более внимание? Вы знаете, это не новый вопрос. И такой болезненный вопрос. Поэтому я в свое время немножко им поинтересовался. И мне постоянно докладывают о ситуации на лекарственном рынке. Что произошло в последнее время? Шесть лет тому назад, шесть, мы производили около 18% собственных лекарств. Все остальное мы завозили из-за границы. Это ненормально. Я собрал правительство, говорю, если мы дальше так будем работать, нам просто горло скоро перекроют. А самое опасное, лекарств в мире хватает. Нам привезут лекарства по такой цене, что наши люди просто не смогут их купить. Поэтому была поставлена задача перед правительством. Нынешний вице-премьер Жарко был министром. Я ему сказал, твоя задача. Вот на тебе фармацевтическую промышленность, к твоим больницам, амбулаториям. Занимайся производством лекарств, но ты должен выйти на 50% за 5 лет. Вот на сегодняшний день мы имеем 56-57% собственных лекарств. Но исходный материал, так же субстанцию мы закупаем в Индии, в разных странах мира, и из них производим, на их основе производим здесь лекарства. Есть вопрос еще стоимости этих субстанций. Мы производим сегодня, точно вам скажу, около 40% лекарств стоимостью до 2 рублей, до 1 доллара цена. 40. 38 где-то процентов, это до 1 доллара стоимость. В среднем. 30% мы производим лекарств до 2 долларов стоимостью. Остальные 30% до 5 примерно стоимостью. И лишь только 10% у нас лекарства очень дорогие, и там очень сложно контролировать цену, потому что или субстанция очень дорогая, с которой мы производим здесь лекарства, или мы покупаем импортные лекарства. Там свою цену не вставишь. Поэтому, если говорить о ценах на лекарства, вот я вам голову на отсечение кладу, самое дешевое лекарство в мире, в Беларуси. Почему? Потому что мы контролируем цены, нас за это постоянно критикуют. Мол, вы не рыночники, цены контролировать не надо. Я всегда говорю, идите в аптеку на месте стариков, сходите и купите за такие деньги. Поэтому мы контролируем цены. Но вот, коль вы ставите вопрос о том, что все-таки у нас дороговато лекарство, значит, есть проблема. И обещаю вам, что вот помощники мои это слышат, я попрошу, вы передайте там правительстве, чтобы проанализировали, мне доложили, что за лекарства дорогие, какие люди не могут купить лекарства. Я еще раз посмотрю на факторы ценообразования. Но вы знаете мое отношение. Насколько возможно сегодня, я пытаюсь сдерживать цены. Но правда и в том, что у нас доходы у людей не такие великие, чтобы за 5 долларов покупать лекарства. Но для того, чтобы быть здоровым, мы вам все построили. Там площадки есть. Вместо того, чтобы выпить лишнее, закурить на площадку, вместе с детьми, со своего примера вам говорю. Вы утром проснулись, пробежались? Работает. Ну вот кто работает, претензий нет. А я сегодня безработный, то я проснулся утром, люди это видели, я же не в лесу был, одел лыжи-роллеры и побежал. Правда, много не пробежал. Ветер жуткий, невозможно против ветра бежать. Но пробежал 7 километров, и ничего. Поэтому занимайтесь спортом, не будете заниматься спортом, никакие лекарства вас не спасут. Спасибо большое. После ответов на вопросы, собравшиеся никак не хотели отпускать президента. Разговор зашел и о церкви. Церковь новую построить. Не надо нам. Нам пускай наша будет. Главное, не новая церковь. Вот я там не особо уж там, знаете, верующий, но, как люди говорят, самое важное, это намоленная церковь. А это место намоленная. Я вот таким вот пацаном приходил туда, когда вы все там молились. Когда вы, наверное, там молились. Где-то пересекались с вами. Конечно. Поэтому не разрушайте. Ушку выходили вместе, можно ли? Да. Мы ее должны привести в порядок. Внешне она, я посмотрел, смотрится. Надо внутри что-то подремонтируем. Не надо тратить деньги на ненужные. У нас хорошая здесь церковь. Ей уже почти век. И пускай она стоит в радость людям. На эту церковь собирали, 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 собирали. Было большое богослужение и молились за ваше здоровье. За мое? Да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. И я буду за ваше здоровье молиться. Спасибо. Спасибо. И дай Бог вам здоровья. У нас долго все служили. Вот осталось бы, что вы мерзнули, чтобы увидеть вас. Я думал, я вас согреваю. Вы не переживайте. Выкарабкаемся мы из этой ситуации. Тяжеловато нам сегодня, потому что Россия обрушилась. Обрушили ее фактически. Да, и это же наш основной рынок. Мы там продавали все. Ну вот сейчас, хочешь не хочешь, жизнь идет. И они начали больше покупать нашего. А значит, мы производить будем больше. Выкарабкаемся. Сергей Бойко, Николай Бегунков, Роман Копылов из городского поселка Копось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова